Здравствуйте! Этот выпуск нашей программы мы решили посвятить одновременно творческой и технической профессии, где главная задача преобразить обычное место в удивительное и вдохновляющее. Детально продумать концепцию, идею и стиль, а перед этим сделать точные чертежи и расчеты. Сегодня будет красиво, но для начала немного детской мудрости. Этот человек, он облагоустраивает. Давайте тут поставим клумбочки, тут всякие там дорожки к вашему дому, тут заборчик такой. Он может с камушков делать красивый узор вокруг цветов. А любит садить цветы, поливает, деревья садит, кустики может. Может быть женщина, может мужчина. Он одет специальную одежду, чтобы не испачкаться. Такой фартук оранжевого цвета из белой майки. Он еще в каком-нибудь халате, собаках и в шляпе. Чтоб голову не нанекло. Главная его задача сделать красиво везде. Я тоже занимаюсь этим. Зеленое строительство и ландшафтный дизайн – это то, чем занимаются специалисты на предприятии Гродно-Зеленстрой. Результат их работы всегда на виду. Ежегодно специалисты выращивают свыше 700 тысяч единиц цветочной рассады. В год высаживают около 6 тысяч деревьев и примерно столько же кустарников. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я журналист и хотела бы сегодня побольше узнать о вашей профессии. Здравствуйте, я Татьяна, ландшафтный архитектор Гродно-Зеленстрой. Я думаю, пройдем, познакомимся. Татьяна Пашкевич создает красоту в Гродно уже более 10 лет. Профессия требует навыков в области дизайна, архитектуры и, безусловно, озеленения. Но просто придумать интересный проект было бы слишком легко. Есть масса нюансов, которые следует учитывать. Сначала думаем на бумаге, а затем в реальном масштабе. Нам нужно понимать, сколько у нас территорий для данного цветника. И уже, соответственно, по размерам мы определяем, точнее, ну, соображаем, выдумываем. Будь то, это будет круг, или это будет квадрат, или прямоугольник, либо это какие-то будут плавные линии такие в виде робаток. То есть, ну, это уже как фантазия ляжет. Тут уже нужно, ну, придумывать. Предположим, что здесь находится административное здание. Перед ним зеленая зона. Далее идет тротуар. Мне нужно придумать цветочное оформление под наш шаблон, так, чтобы оно вписалось в архитектуру. Центральный вход. Он может размещаться посередине, он может размещаться с краю, где у нас ступеньки. Всю красоту нужно делать так, чтобы люди могли наблюдать, да. Если у нас уже здесь какой-то массив из деревьев, то нам, в принципе, мы можем здесь просто сделать какие-то еще групповые посадки из каких-то растений, да, зеленых насаждений древесных. А уже цветники разбивать непосредственно вблизи, так, чтобы люди могли где-то пройти. Как мы отображаем цветники? Вот такими кружочками? Нет, это у меня показаны деревья и кустики. А цветник? А цветник просто, он показывается формой. А уже сами цветы непосредственно... А если мы здесь вот эти цветники поставим, например? Вот какой форм? Какой-то там контейнер, который поставил? Наверное, круг здесь нет. Круг? Наверное. Не знаю. Ну, можно, допустим, вот маленькие кружочки сделать. Такие. Ну, а вы представляете, вот вообще представление, как это будет выглядеть? Ну, нет пока. Стоит учитывать, что наша вымышленная дорожка длинная, и если ставить клумбы по всей длине, их будет слишком много, объясняет Татьяна. К тому же проект получится затратным, ведь чтобы создать цветник, нужно поднять газон, достать грунт, поменять землю, насыпать плодородную почву, сделать разбивку и только потом высаживать. На такой длинной дорожке я бы сделала что-то на входе, возможно, что-то какое-то плавное совместила бы с дорожкой и вот так вот продлила бы, вот, может быть, такой вот просто вход сделать. Ну что, предлагаю отправиться в теплицы, посмотреть, что мы выращиваем и выбрать цветы непосредственно на ваши проекты. Пойдемте. Это наша самая большая теплица, пленочная, она более современного типа. Здесь жарко так? Здесь очень жарко. Здесь мы, вот у нас мешается здесь грунт, смешиваются разные удобрения с землей. Большую часть города цветами украсили, и вот у нас для дальнейшей посадки остались бегонии, грацились, вот эта бегония всегда цветущая называется, с темным листом есть, со светлым листом. Я тоже сначала подумала, что в программе только экскурсия по теплицам. На пару минут даже забыла, зачем приехала сюда. Добавлю сразу, что ландшафтные дизайнеры или архитекторы работают в тесной связке с мастерами. Без этих людей ни одну идею невозможно воплотить в реальность. Меня зовут Татьяна, я 12 лет работаю на предприятии Гродно-Зеленстрой, цветовод 4-го разряда. Расскажите, какой процесс сегодня вы мне покажете, что мы будем с вами делать? В данный момент мы занимаемся перевалкой растений из емкости меньшего размера в емкость большего размера. Давайте приступим, что нужно делать, расскажите. Добавляем часть грунта. Немного? Нормально. Далее вынимаем это растение, желательно с сохранением корневой системы. Все нормально? Да, отлично. Ставите растение в горшочек и пустоту заполняем землей. Больше. При основании немного придавливаем. А сколько в день вот таких горшочков вы пересаживаете? Ну, приблизительно где-то около 500 тысяч. А как вам здесь целый день в теплице работать? Ну, жарко. Какая здесь температура? В данный момент 38. Высокая температура и влажность быстро утомляет. Особенно людей, которые не привыкли работать в таких условиях. Меня, например. Слушайте, ну 15 минут сижу, уже вся мокрая. Ну, тяжелая у вас работа. Почему такую работу выбрали? Знали же, что будет непросто. Нравится работать с растениями? Да, я всегда любила тоже растения, поэтому это довольно мне близко, по духу. Ну, в принципе, вы сами видите, что здесь довольно красиво. И если пересаживая цветы в каком-то смысле немного медитируешь, то следующая задача, можно сказать, на время. Терять драгоценные секунды в этом деле нельзя. Сейчас я, Лена, вам покажу процесс набивки кассет. Таких кассет надо в день набивать приблизительно около 100 штук. В эти кассеты производится черенкование, а также пикировка растений. Елена, теперь можете попробовать вы. Кассету обильно полили. Дальше будем приступать к процессу черенкования. Выбираем, соответственно, с растения самый толстый черенок. Обрезаем его. Все лишнее в черенке удаляется. Прищипывается макушка, но не во всех растениях. Дальше делаем косой срез. Желательно срез чем тоньше, тем лучше. Срез должен быть такой. То есть не должно быть заусенцев никаких, ничего. Далее делаем дырочку, углубление. Ставим и прижимаем. Дальше делаете косой срез, как я показывала вам. У меня заусенцы. Ну, немного, да. Ну, это все получается, это все получается не с первого раза. Дальше делаете углубление пальцем. Мы используем как бы специально. Все. Это прижимается вот так. При основании прижимается вот так. Ясно. Все. Спасибо вам большое. Хоть посмотрела, как работать в теплице, если честно, первый раз. Вам удачи и спасибо за этот опыт. Спасибо и вам, что пришли к нам. Будем ждать у вас. У нас. Приходите. Спасибо, я подумаю. Несколько часов, как один день, а впереди еще куча работы. Мой куратор Татьяна Пашкевич ждет. Машина готова, можем отправляться в город. Ну что, я так понимаю, наши цветы загрузили. Предлагаю сразу поехать на курган, посадить цветник, испробовать, что это такое на себе, да? Поехали. И потом поедем на мост устанавливать вертикальную конструкцию с цветами. Отлично. Так, мы на месте. С чего начнем? Ну, с вами мы уже проект цветника сделали. Решили, что посадим. Размеры выставили. Осталось сделать разбивку. Пойдемте? Пойдемте. Ну, я смотрю, наши девочки уже подготовили землю. Вместе с мастером она здесь проконтролировала все. Теперь нам с вами остается все разметить. Значит, смотрите. Вот наш проект. По центру у нас будет пеларгония красненькая, да? Ну, тут, так как у нас место такое значимое, красный цвет в честь Дня Победы. Высаживаем в центре. Пеларгония, так как у нас выше, да, то есть она поэтому идет в центр. Потому что все, в принципе, цветники высаживаются по такому принципу. Если, допустим, цветник смотрится со всех сторон, то, значит, в центре мы высаживаем высоко, и потом все ниже, ниже, ниже по краям, чтобы это все можно было посмотреть все цветы со всех сторон. Если вот, как в данном случае, у нас стенка, можно высаживать цветы высокие ближе к стенке, а потом по убыванию идут другие по высоте. У нас же получится один сплошной ковер. Выделяться будет лишь пеларгония. Также в ход пойдут желтые бархатцы и цинерария. Сочетание яркое и интересное. А теперь самое главное – высчитать размеры. У нас от этого края получается 5,50 метров. 5,50. Давайте мы тогда натянем рулетку. Давайте, вы идите на начало, точнее, на ту часть. Отмеряем нужное расстояние и чертим линию, по которой будут расти цветы. Можно граблями, лопатой, колышком или просто рукой. Я думаю, что можно приступать к посадке. Готовы? Пойдемся. Самое интересное. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем производить посадку цветов. Вот специальный инструмент, который мы будем использовать для посадки цветов. У нас уже вскопанная клумба, но все равно надо будет садить не руками, а специальным инструментом. Делаем углубление или пикульсом. Специальный инструмент, который можно использовать вот таким образом. Делаем углубление и садим цветок или же лопаткой. Садим плотность 50 штук на метр квадратный. Корневую систему аккуратненько углубляем, придавливаем цветок, чтобы его потом при поливе не вымыло. Вот, аккуратно садим. Ну, приступаем к работе. Ну, надеюсь, у меня получится. Я думаю, мы за час с вами справимся. Давайте. Высаживать нужно по рисунку и в шахматном порядке. Важно выдерживать цветовую гамму. Расстояние 15 сантиметров. Цветок от цветка. Ну что, как самочувствие? Ну, вы знаете, жарко и ноги так уже затекли прямо. Да, действительно, жарко. Даже по растениям видно, что им тоже жарко. Но ничего, эта цинерария, она, в принципе, всегда так опускает свои ушки при посадке. Но потом она наберется сил и будет все хорошо. Мы с вами тоже сейчас попьем водички, наберемся сил. В общем, я закончила. Да, я тоже уже закончила. Отлично. Ну, что у нас получилось? Красота. Наш цветник. Я думаю, неплохо. Цинерария поднимется. Здесь будет сплошным таким ковром. Красивый яркий цветничок. Он станет очередным украшением кургана славы. Всю эту цветочную атмосферу придумывает и создает Татьяна Пашкевич. Говорит, особое, памятное для Гродно место должно быть и оформлено по-особому. Как вот такие композиции создаются? Вот такие цветники, которые вот на склонах. Ну, на данном склоне он очень крутой. Мы хотели здесь высадить цветы, но за счет крутизны это очень опасно, скажем так, для жизни человека. То есть при посадке очень сложно, при уходе будет очень сложно, потому что будет вода стекать весь грунт при поливе, ну, с дождем. Ну, в общем, как бы так. Мы решили выложить просто надпись цветами из кассет. Также у нас на этом откосе, на кургане, есть орден, посвященный Великой Отечественной войне. И мы в этом году решили его вообще немножко модернизировать и сделали более дорогой вариант в 3D. Ну, и последнее наше самое интересное решение в этом году – это вертикальное цветочное оформление города по инициативе нашего мэра. Мы решили воссоздать массовое такое цветочное оформление вертикальное. Я думаю, вам стоит на это посмотреть и поучаствовать. Ну, поедем, посмотрим, как они создаются. Вслед за забором возле парка Жилибера в цветущую галерею превратился и старый мост. К живой изгороди подключили капельный полив, благодаря которому цветы сохранят свежесть. Тем временем, пока очередную партию разноцветных сурфиней готовили в теплицах к переезду, в городе шла трудоемкая работа. Какой здесь объем работы? Я смотрю, сейчас только одна сторона устанавливается, но будет полностью весь, да, ограждение? 608 метров ограждения будут заставлены вот такой сплошной стеной из сурфинии. Солнцелюбивые сурфинии очень удачно впишутся в общую концепцию. Они устойчивы к непогоде, не боятся ветра и дождя. Выставляем. Тут тоже, смотрите, не просто так поставить надо, а нужно обязательно упереть в стенку, чтобы горшок точно, уверенно прикасался к стенке. Потому что можно поставить и на ребро, и здесь еще вот эти вот дырочки. Не важно, какой стороной. Ну, обычно я всегда прокручиваю так, чтобы и с точки хорошо... А насколько близко к другу? Ну, смотрите, здесь должно быть 6 горшков. Выставляется ряд. Давайте мы его поставим сначала. Мы обычно это быстренько ставим, а потом горшочки поправляются. Вы вообще любите свою работу? Вот как? Почему выбрали эту профессию? Я очень люблю свою работу. Для меня работа – это, в принципе, моя жизнь, мое хобби, мое удовольствие, мое увлечение, развлечение и все остальное. Ну что, Елена, мы немножко помогли. Дальше специалисты будут продолжать устанавливать контейнеры, а потом уже будем загружать следующую машину и выставлять дальше растения. Сейчас предлагаю зайти в стенечек пообщаться, потому что здесь очень жарко. Пойдемте. Расскажите, чем вы еще занимаетесь помимо цветов? Ну, помимо цветочного оформления города я занимаюсь вместе со своей коллегой озеленением деревьями, кустарниками. Мы делаем очень много проектов. У нас сезон, наверное, по проектам. У нас заканчивается сезон посадки цветов и начинается проектирование деревьев. Много интересных проектов реализовано именно здесь, в парке Жилибера. Расскажите о них немножко. В парке Жилибера тут, конечно, места совсем немного свободного, но и по принципу построения ландшафта не должно быть все засажено. Должны быть и открытые места, но стараемся внедрять какие-то экзотические растения. В прошлом году мы аллею сакуры посадили. Также здесь можно увидеть очень красивые декоративные яблони цветущие. Как построен ваш день? У нас восьмичасовой рабочий день, но у меня ненормированный график, поэтому я могу прийти и пораньше, могу уйти и позже. Главное, чтобы все успевать сделать. Особенно сейчас, в данный период времени, в мае, мы работаем по субботам. И работаем с продленкой. Потому что очень хочется ко всем праздникам успеть больше посадить. Какими качествами должен обладать человек в вашей профессии? Ну, наверное, самое важное – это придумать. Придумать – это какое качество? Творческое мышление? Творческое мышление. Но это не только творческое мышление, это еще и пространственное мышление. То есть представлять, как объект будет выглядеть в натуре. Опять же, нужно знать хорошо начертательную геометрию. Немножечко дружить с математикой, с черчением. Рисовать, честно вам скажу, я не особо умею рисовать, так вот, как художники. То есть многие, кто задумывается о такой профессии, отказываются изначально на той стадии, что не умеют рисовать. Но здесь не обязательно умеете рисовать. Благодарна Господу за то, что я пришла именно в эту профессию, как сложилась моя жизнь. Я люблю природу, для меня это мой дом родной. Вот все, что шумит, все, что зеленое, яркое, цветущее, приятно пахнущее, то это все вот моя стихия. Влюбиться в свое дело и подарить эту любовь людям. Придать яркие акценты городу, с умом оформить цветник или клумбу. А в результате создать гармоничное пространство и завершенный образ местности. Все это работа ландшафтного архитектора и мастеров зеленого строительства. Мне с непривычки было сложновато, но попробовать стоило. Таким был для меня один день в новой роли. Приятно, что получилось сделать город немного ярче и зеленее. Впереди очередные эксперименты, и наша съемочная группа уже к ним готовится. Редактор субтитров А.Семкин